Всем привет! Ранее я уже показывал и рассказывал, что неонка может быть фотодатчиком. Но в прошлый раз я исполнил фотодатчик на неоновой лампочке с помощью полевого транзистора. Полевой транзистор, конечно, штука уникальная, хорошая, мосфетами их еще называют, но не все с ними дружат. И я задумался, а почему бы мне не реализовать очень простую, такую же простую, как на полевом транзисторе, схему датчика света, а точнее датчика ультрафиолета, ведь летом это немаловажно. Так вот, датчик ультрафиолета на неоновой лампочке всего лишь на одном транзисторе и одном резисторе, а в качестве индикатора зеленый светодиод. Вот, в принципе, и вся схема, которую я собрал и собрался вам показать. Да, давайте посмотрим, как она работает. У меня, разумеется, есть белый фонарик, есть фонарик с лампочкой накаливания, и вот такая вот ручка, детская игрушка, которая светит ультрафиолетом. С помощью нее очень легко проверять денежные купюры, допустим, на фальшивость. Ну и, конечно же, всякие индикаторы, которые делают самоделкины, вроде меня. Итак, я освещаю лампочку ультрафиолетом, а мы можем прекрасно видеть, что зеленый светодиодик индикаторный светится. Давайте я сделаю масштаб вот такой. Вот, и нам будет видно, как в верхней части экрана загорается зеленый светодиод в тот момент, как я освещаю ультрафиолетом неоновую лампочку. Разумеется, такая схема очень проста, и она имеет ряд недостатков. Конечно, я вплотную подношу ультрафиолетовый фонарик, но заметьте, этот ультрафиолетовый фонарик всего лишь на одном ультрафиолетовом диоде. Солнце свой ультрафиолет дарит нам гораздо более щедрыми порциями. Ну и мало того, даже вот на такой простой схеме я реализовал функционал, который показывает нам, интенсивный ультрафиолет или нет. Если зеленый светодиод горит достаточно ярко, значит ультрафиолетовое излучение достаточно сильное. И все реализовано на неоновой лампочке. Ну а теперь для закрепления материала давайте проэкспериментируем с обыкновенным фонариком и с фонариком светодиодным белого света. Я сделаю масштаб покрупнее или помельче, как вам будет угодно его назвать. И свечу белым фонариком. На свет белого фонаря светодиод зеленый, конечно же, реагирует, но не столь интенсивно, как на ультрафиолетовый фонарик. Ну и теперь давайте фонарик с лампочкой накаливания. Вот он у меня светит рыжим светом. Вот индикация есть, но крайне слабая. То есть именно лампочка накаливания дарит нам очень слабую индикацию, хотя она все-таки имеется. Я думаю, на экране видно, как зеленый светодиод все-таки вспыхивает немножко. Разумеется, эту схему можно усложнить, сделать ее более какой-нибудь навороченной с помощью микросхем или еще чего-нибудь. Но то, что я использовал всего лишь один транзистор и получил приличный результат, это радует. Это могут повторить все, даже на кухне, такой как у меня. А на этом все. Пока. До следующих встреч.